Друзья, так не может продолжать вечно, мы будем вам сказать правду, и я с удовольствием скажу с трибуны Верховной Рады, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Синхронизировать свое законодательство с европейским, все, этой задачи больше нет, вообще это нам вредно, у нас должно быть свое уникальное место, свое уникальное законодательство, а потом может быть когда-нибудь, в общем, вот, а все почему, потому что мы слабая экономика очень, а если нас синхронизировать с сильной, то нам совсем труба, и не роман труба, а вообще труба, со слов Арахами, и все плохо. И станем мы, как он сказал, вот как Словения, там, одной из самых слабых экономик Европы, с которой никто не считается. Ну, в общем, ну, друзья, давайте сначала Давид, Давид, просто чтобы ты понимал, Словения имеет ВВП на душу населения в 8,5 раз больше, еще раз, в 8,5 раз больше, чем Украина. Та власть, которая сделает ВВП в Украине, как в Словении, на душу населения, ну, это будет гениальная власть, эту власть нужно называть ее именем города, улицы, ставить памятники, каждому отлить золотую статую, каждому руководителю такой власти. Это, ну, никакой Словении не пахнет, и ваша команда близко к Словении не потянется. Ну, нет, зачем ты трогал вообще эту Словению? Ну, это детали, это, в общем, говорит там в целом об уровне, но теперь давайте про главное. Это же совершенно не случайные заявления. Оказывается, не надо уже нам интегрироваться с Европой. Напомните вам, кто последний эту идею продвигал? Николай Азаров и Виктор Янукович. Сказали, что не надо нам интегрироваться с Европой. Те же самые причины назвали, потому что у нас слабая экономика, не такая, а у них такая, поэтому вот нам это не надо. И сегодня, после всего того, что тогда произошло, когда после действия Януковича, когда они повели нас в таможенный союз, сотни тысяч людей вышли на улицы, была революция. Все, что после нее произошло, прошли годы, и сейчас они выходят и говорят, не, не, не надо нам с Европой интегрироваться. А с кем тогда нам надо интегрироваться? Не надо наше законодательство синхронизировать. А какое же нам надо законодательство? Российское? Но мы видим, что Гончарук приносит заявление об отставке президенту, как в России. Но я не думал, что так все у них далеко уже зашла полная кремлизация в голове. Вы что вообще, вы что вообще несете? Что вы вообще делаете? Это, ну правильно, сначала замглавы ДБР назначают адвоката Януковича, замглавы Офиса Президента адвокат Ефремова. Теперь не надо синхронизировать наше законодательство. Завтра, я так понимаю, что вообще здравствует Таежный союз. Не зря летали в Оман, не зря прошел Париж. В общем, не зря. Теперь в Израиле просятся Зеленский на встречу с Путиным. В общем, ну это беда, друзья, беда. И я просто хочу всем нам напомнить, что у нас нет другого пути. У нас есть Конституция Украины, где сказано, что евроинтеграция это стратегическая цель страны и вся украинская власть, президент, правительство и Верховная Рада обязаны работать на реализацию этой цели. Это Конституция Украины. Поклялся защищать эту Конституцию Зеленский. Он гарант Конституции. В общем, если вот эти идеи их пройдут, а то мы видим, эти, кстати, уже это он словами их сегодня просто назвал. А реальные действия я и раньше видел. И мы видели. Напомнить вам, как они Верховный суд, наплевав на мнение европейцев, перетрахивали. Это здесь не надо синхронизироваться? Или в каких вопросах не надо синхронизироваться с европейским законодательством? А с каким тогда надо? В общем, друзья, реально беда. Если они будут, вот они вот, ну, у них реванш в голове, у очень многих там. И они не понимают, многие, может быть, просто не понимают, а многие, может быть, осознанно делают эти вещи. Будущее Украины в Европе. Мы должны быть независимой европейской страной. Сильной европейской страной. И только там мы будем сильной страной. В другом случае нас просто уничтожат и съедят. Вот такая правда. Друзья, пишите, что вы думаете обо всем этом. Мне важно услышать ваше мнение, ваши комментарии. И будем бороться. Мы не допустим реванша. Мы не допустим остановки евроинтеграции Украины. Мы будем бороться. Все, всем пока. Что делать? Знаете, ответ прост. В 2020 году пришло время выбрасывать зелень.